позвольте мне представить автомобиль lexus владельцем которого я стал и рассказать вам о нем вам о нем о нем о нем вам дубль 1 позвольте вам рассказать о моем новом автомобиле которые приобрел до позвольте вам рассказать о моем новом автомобиле белоснежки которые приобрел по случаю слушай какой хороший автомобиль приобрел у него пульт есть пульта можно закрывать с пульта можно открывать и даже ехать можно вот так вот привет пацаны а вот и я простой ростовский парень с ростовской области с глубинки вот агрегат надумал представить как она вам пойдет али нет а но теперь шутки в сторону позвольте поздравить вас с прекрасной покупкой об этом автомобиле я буду потихоньку вам рассказывать что он как он ездит сколько он потребляет и и много много другое что он может показать чем он может порадовать так что начнем наш обзор вперед сейчас посмотрим смотрите кресло и руль будет ли автоматическая удобная посадка али нет то есть я сажусь закрываю нажимаю на педальку включаю о ведь это подъехала сюда это подъехала сюда очень хорошо а а еще больше не воверно приятно едем по прибором как говорится кстати зажегся значок зажегся значок что надо заправиться это будет очень интересно сколько мы заправимся а м но вам а и и и и и и и и не спеша едем приборы нам подсказывают куда мы едем дерево чувствуете вон она дерево так период мы проходим далее интересная функция которая мне очень нравится это вот здесь есть такая кнопочка которая показывает показывает значит что у нас расположена впереди и сбоку а именно справа и в зависимости от этого мы начинаем ехать и парковаться смотрим чтобы мы там не покорябали машин нажимаем еще разок значит у нас теперь переключились две боковые камеры которые показывают что у нас сбоку и здесь вот видите линиями показано безопасное расстояние чтобы не покорябать бочка теперь сзади что у нас сзади творится чтобы мы не влезли куда-либо в сзади помимо этого у нас работают парктроники вон он парктроник так но переключаем еще дальше это мы опять переключили это все переключили теперь смотрите я хочу ехать вперед я переключил рычаг вперед но не знаю но не знаю что у меня под колесами значит для того чтобы узнать что у нас под колесами я включаю вот этот дисплей я его включил значит он показал средняя скорость какая у нас я быстро не езжу вот она то есть у нас колеса стоят повернутые направо теперь я смотрите что делаю я вращаю и колесики у нас раз выровнялись вот я теперь прямо еду видите если же я надумаю ехать назад назад то так же зажигается видите помощник что мне нравится и мы смотрим если повернуты колеса сюда вот они сюда повернуты мы значит в эту сторону видим если повернуты сюда то есть как как мы будем все это двигаться ехать то есть вот этот функция очень и очень и очень нравится переключаем вперед остается только переключен значит табло вот это вперед и я еду повернул сюда значит я знаю что я поеду сюда нет значит я назад переключаю переключаю появляется на табло у нас на экране куда я еду как стоят колеса и я поехал вижу что у нас дерево слева справа у нас пень вот он пень то есть все тут у нас видно ну я значит так вот аккуратненько еду так что еще вот на этом экранчике можно посмотреть дисплейчик значит давление в шинах вот оно какое каждая шина показывает как у него там давление так подробно навигация удерживать дисплей я ее особо не использую ну попробуем ее значит средний расход у нас 17,6 литра средний расход топлива 17,6 литра то есть он понижается текущий расход никакого топлива на так вот смотрите кто-то нам звонит мы снимаем трубку слушаю слушаю алё алё здравствуйте геннадий петрович да удобно разговаривать тот как раз видите на луце и зверь бегит давайте что мне еще нравится стеклышка идет вот так вот сверху вниз туда и за счет этого пыль не скапливается почему бы не сделать на обычных машинах продолжим далее вот этот дисплейчик переключаем он здесь чтобы нам показывать значит топлива осталось на 97 километров скорость у нас 0 данная средняя скорость 28 была километра в час колеса стоят ровно давление в шинах навигация значит ничего нет средний расход топлива кстати когда поедем здесь включается еще экономный режим вот этот зелененький лепесточек это есть экономический режим вот видите чуть придавил нас к значит тогда вышли из экономного режима вот мы вышли из экономного режима опять вошли в него можем сжигануть слегка набирает очень хорошо скорость тут у нас лежачий полицейский проходим все это дело и поехали по на показывает предупреждаю чувствуется как машина садится в песок тяжелая и садится в песочек что там у нас вот она вот вот она правильно пищи предупреждай хозяина что что препятствие можешь машинку поломать так проверяем удобно удобную автоматическую высадку пассажира нажимаем о это суда отъехала это суда но машинка и очень влюбляюсь все больше и больше мой альбом и так врубаем рок значит я ее подключил флешечку через телефон и слушаю и так подсоединяю что у нас тут заряд пошел не пошел заряд пошел то есть можно телефончик вот так соединять без всяких этих вот прикуривателей что по себе очень удобно да кстати интересно а если я блютус радио включил включил есть у меня тут что не такое что можно было бы показать так блютус радио рояль генеша что тут такое подключил я хотел бы посмотреть фото подсоединен а то есть он может даже и заряжаться и играть одновременно и очень очень удобно удобненько так мы поехали кстати здесь есть холодильник прекрасно дует вода холодно аж запотела довольно таки мягко мы проходим все эти кочки наши не ног слушаю слушаю не на полю я уже тут буду сейчас обеда сейчас я заезжаю в гараж и на меня наливаем будем кушать обедать спасибо все вырубили телефончик видите как удобненько работает через bluetooth наши гаджеты кстати люк о солнце как сразу много а 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 и пикет показывает куда мы движемся фару включились парктроники как работают краб а а а а и а а а